Сегодня 8 апреля. В такой же весенний день 1769 года в Самару прибыла экспедиция, возглавлял которую знаменитый немецкий ученый-энциклопедист, естествоиспытатель и путешественник Петер Симон Палас. Его отряд внимательно изучил не только сам город, но и окрестности, а результатом той экспедиции стали несколько томов путевых заметок под названием «Путешествия по разным провинциям российского государства». В них ученый подробно описал природу и жителей Самарского края в те далекие времена. 8 апреля 1913 года возник пожар в Самарской церкви Спаса Преображения, находившейся в районе Старой Хлебной площади. Загорелся потолок второго яруса под куполом храма. Огонь проник из каменной дымовой трубы. Возгорание было потушено усилиями трех пожарных команд. Правда, для этого им пришлось разломать крышу церкви. 8 апреля в нашей стране отмечается День российской анимации. И приурочена эта дата к премьере первого отечественного мультипликационного фильма, которое состоялось в 1912 году. Кукольный мультфильм Владислава Александровича Старевича про несчастную любовь насекомых произвел на публику неизгладимое впечатление. В итоге отечественная анимация завоевала любовь зрителей не только в нашей стране, но и за рубежом. Поздравление с днем рождения сегодня принимает кандидат технических наук, профессор, заслуженный машиностроитель Российской Федерации, почетный гражданин города Самары и Самарской области Анвар Кашафович Бульхин. Также 8 апреля, правда в разные годы, а порой и столетия, появились на свет русский поэт, публицист, декабрист Владимир Раевский, легенда немого кинематографа, американская актриса канадского происхождения Мэри Пикфорд, российский гитарист-виртуоз, композитор, аранжировщик Виктор Зинчук, а также известный футболист, вратарь сборной России Игорь Акинфеев и прочие знаменитости. С именинами сегодня не забудьте поздравить Авраама, Ларису и Степана. На Руси в этот день вспоминали архангела Гавриила. По сложившейся традиции, в эту пору женщины заканчивали последнюю пряжу. После Гавриила прязь было нельзя, так как считалось, что эта работа все равно не пойдет впрок. Причина такого суеверия, очевидно, заключалась в том, что весной у женщин возникало множество неотложных дел в поле и в огороде. И не стоило тратить время на домашнюю работу. Не зря говорили в народе «весной день долог, а нитка коротка». Это означало, что пряха просто не успеет спрятать ее до начала страды. Наблюдали крестьяне и за погодой. Полагали, что какова она 8 апреля, такова будет и ровно через полгода. Этими и многими другими интересными событиями вошел в историю восьмой день второго весеннего месяца. Успехов в делах и всего вам самого доброго! Субтитры создавал DimaTorzok